Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал Plant Helper. В этом видео мы с вами разберем, как ухаживать за Глоксиней после того, как она проснулась и как необходимо вообще обеспечивать ей период покоя, с которого они в этом году преждевременно вышли. Ввиду того, что температуры очень тёплые, зимовка при нужных температурах у неё не происходила и все Глоксиней, практически все, которые были в озонах, они проснулись, исключение составляя те, которые были в зип-пакетах. Итак, в этом видео будет три, в общем-то, хороших новости и одна плохая. Почему плохая и какая, об этом в конце видео. А пока что давайте посмотрим на состояние клубеньков, которые проснулись. Вот кто выращивает Глоксиней, прекрасно знаете, что они просыпаются, но нынче это произошло рано. Что же в таком случае делать? В таком случае необходимо ставить их на хорошо освещенное место и по возможности вносить подкормки или же менять субстрат. Я сейчас буду вместе с вами проводить вторую процедуру, то есть буду менять у них субстрат на более свежий частично. Осенью я уже обновлял частично в нижнем слое, грунт на новый и все шаги я вам показывал в своем ролике. Убедите Глоксинью цвести. Всего лишь три удобрения плюс два правила. Эти удобрения не просто удобрения, они применяются по фазам развития, то есть на фазе пробуждения это одни удобрения, а на фазе бутонизации и цветения это совершенно иные. Поэтому посмотрите этот ролик, добавлю вам ссылку в описании. Также при выращивании Глоксинии могут возникать проблемы с пожелтением листьев, со скручиванием и также это все было видео. Глоксиния скручивается и желтеет лист, что делать и как вылечить. В данном случае сейчас поработаем с Глоксинией Кайзер Фридрих. Это красная Глоксиния, вот смотрите какой у нее большой клубенечек. Вот он начинается здесь, вот его граница, вот вторая его часть, то есть клубенечек очень-очень большой. Дабы он конечно же никак не худел, ясное дело, его нужно пересаживать почаще, менять ему грунт. И еще особенность такова, что ну вот эту вот конкретно Глоксинию Кайзер Фридрих я посадил первоначально неправильно. То есть клубень был у меня не в таком положении, а вот в таком. И все вот точки роста находятся здесь и стебли изогнутые были. Вот они росли вот так. Сейчас я эту ситуацию подправлю, посажу его немножечко под углом, но клубень смотрите какой большой. Очень-очень солидный, такой увесистый. Слишком там много старого грунта, вот прямо так счищать. Я уж и не буду, не стану я это делать. Сажать я его буду в абсолютно тот же самый вазон, в котором этот клубенек и рос. Единственное, что грунт я буду использовать полностью новый. Какой грунт я буду использовать? Я буду использовать грунт Квасман. И в этот грунт я еще добавлю грубое включение в виде перемолотой, измельченной коры, в виде измельченных шишек. И грунт приобретает такую вот более грубую структуру. У него вот такие включения появляются в виде древесины, каких-то грубых волокон, в виде иголок тех же самых, которые будут позволять корням более интенсивно расти. Воздуха в таком субстрате будет больше. И гваксиния это очень-очень понравится. Также я добавлю агроперлит. Но агроперлит я уже буду добавлять непосредственно в вазон, в котором буду готовить землесмесь. Землесмесь я насыпаю буквально немножко на дно вазона. Много слишком не нужно. Так как гваксиния вот только-только проснулась, ей много питания давать не нужно. Грунт должен хорошо просыхать. А после того, как уже будет длинный световой день, пока гваксинии будут стоять на стеллаже, после увеличения светового дня, конечно, я грунт добавлю и выставлю уже гваксинии на естественное освещение, чтобы они там уже росли, ну и они уже будут на стадии ботанизации. До момента, пока корневая система хотя бы не начнет оплетать земляной ком, никаких удобрений, никаких подкормок я вносить не буду. То есть я их сейчас пересаживаю и, наверное, пару недель, никаких совершенно подкормок я давать им не буду. Первоначальную подкормку, которая будет первая на очереди, это будут никак не азотные удобрения. видео «Убедите гваксинию и цвести». Всего три удобрения плюс два правила. Я вам показывал и расписывал удобрения по стадиям развития гваксинии. То есть первое, это никак не азотное, первое удобрение, которое гваксиния должна получать, это микроэлементы в филатной форме, для того, чтобы она смогла образовывать бутоны и смогла образовывать листья, которые без каких-то признаков хлороза, клубень восстанавливаются. После того, как в периоде покоя и при пробуждении он всё-таки черпал ресурсы, сам из себя эти ресурсы, он должен восстановить. Прежде всего, это микроэлементы. Далее, при увеличении уже листовой массы, можно отдавать уже универсальные удобрения, но опять же с микроэлементами. Обратите внимание, как я клубенёк посадил. Вот это всё, это поверхность клубенька. Я его не заглубляю, сейчас это очень и очень рискованно. Также вот это, это также поверхность клубенька. Вот она твёрдая. И лишь вот точка роста, тут, кстати, три точки роста, глоксиния опустила, они находятся на поверхности. Далее я делаю вот такой вот желобок по краям вазона, чтобы вода на сам клубень не попадала. И вот лишь по краям я буду этот грунт слегка увлажнять. Немножко. Грунт и так слегка увлажноват, и лишь на поверхности я добавлю немножечко воды, чтобы влага всё равно была по краям, а новые корни, они будут стремиться от клубня вот сюда, но сам клубенёк при этом находится в такой еле-еле-еле влажной земле. Как только она начнёт просыхать, конечно, я буду воду добавлять. Ну вот, как видите, посадка очень простая, земли в этом вазоне совсем мало, и у меня будет возможность в любое удобное время взять, вытянуть этот земляной ком и досыпать на низ этого вазона нового свежего грунта. Корни устремятся вниз, и глоксиния получит дополнительное питание. Скайзер, Фритрихам разобрались, пересадили. Обратите внимание, какой сухой грунт был у этой глоксинии, вообще в котором она хранилась. Но влага есть на самом нижнем слое. Это нижний слой, и видно чётко, что он очень такой влажный, но в принципе она отсюда черпала питание. Конечно, поливать я её в ближайшее время даже и не собирался, но при проверке, проверка где-то раз в три недели, я обнаружил, что они уже проснулись. Мне так уже не, конечно, прямо и выросли. Например, давайте смотреть Кайзер Вильгельм. Вот глоксиния Кайзер Вильгельм. Видите, вот у неё росточек, уже проснулся. Клубень также на поверхности. В видео, как глоксинию сохранить зимой, я вам показывал, что вот на поверхности должна быть одна третья часть клубенька. В таком случае, глоксиния застрахована от каких-то подгниваний и важно, чтобы поддон отсутствовал. То есть, ни в каких вазонах, в которых глоксиния зимует, поддоны я не ставлю. Теперь, давайте Кайзер Вильгельм осмотрим. Нижний слой грунта я у неё также менял. Вот объём земли совершенно небольшой. такой вот и ещё тут же должен быть и дренаж. Корней просто настолько много, что дренажа не видно, но хотя вот он есть. Вот это это всё корни, которые наросли за летний период и давали глоксинию дополнительное питание. Цвела она аж до поздней осени. Остальную часть вот саму корней я удаляю, они уже пересохли, они уже своё отработали, ну и всё. Пара глоксинии наращивает новую корневую массу. Особо, вот прямо так кардинально я не счищаю. То есть проверяю, вот лишь бы у клубенька не было признаков подгнивания. Вот такие вот корешки, друзья, я оставляю. Смотрите, вот корешок, который выходит непосредственно из клубня и такие корешки я стараюсь оставлять, чтобы они в дальнейшем при соприкосновении с новой землёй давали новые корневые волоски. вот это хороший корешок, он не трухлый, он вполне жизнеспособный, поэтому его я однозначно оставлю. Все остальные вот такие вот прямо как сено я, конечно же, оставлять не буду. Саму ножку я тоже выламывать прямо сейчас силой не собираюсь, так как риски в этом случае таковы, что можно вот это вот сухой такой жесткой частью повредить сам клубенек и в условиях сейчас вот все же зима вентиляция не сильно хорошая, так как холодный воздух слишком-то растением не сделаешь при проветривании, чтобы они там не подгнили, не переохватились, поэтому в таких условиях при повреждении самого клубенька может туда попасть какая-то какие-то бактерии, которые при влажном воздухе быстро размножатся и могут даже навредить хоть даже и была обработка фундазолом или какими-то фунгицидами, в общем земли даже можно подубавить, слегка много не стоит но и вот так прошла посадка вот это все это поверхность клубенька но грунт уже новый он уже влажный так само я слегка отодвигаю грунт от краев вазона чтобы вода при поливе не попала на сам клубенек и буквально слегка теплой водой я поливаю лишь бы края были промочены все этого достаточно 2 столовые ложки 2-3 это эквивалент в общем-то полива который для глоксинии вполне достаточен точку роста конечно нужно оставлять ближе к поверхности вот она чтобы на нее попадал солнечный свет ну в данном случае будет не солнечный в данном случае будут светодиодные ленты и вот эта точка роста она начнет быстро расти тянуться к освещению и по мере того как листья будут на ней отрастать ей можно будет уже вносить подкормки какие опять же смотрите видео и по листе глоксинии фиалки и другие гиснериевые вы найдете полные подробные схемы как я это делаю следующий случай третий это бракада синяя бракада синяя цвела в этом году очень очень интенсивно и она дала кстати говоря вот даже сюрприз неожиданный я не понимаю что это вот я заметил что это материнское растение которое на покой в принципе то и не уходило а вот здесь еще один отросток появился вот он но никакого листика я не сажал цветоносов я также не сажал глоксинии можно размножать цветоносами это я вам также показывал сделаю ссылку в описании и в подсказках то у меня предположение что это упало семечко так как у меня глоксинии образовывали семена и какой же это сивенец я не знаю но я его сохраню для того чтобы пересадить такую глоксинию ну и сохранить по возможности конечно же клубенек вот этот вот скорее всего семенной я буду использовать даже тот же стакан решил я пересадить брокаду в такой же самый вазон как и кайзер вильгельм чтобы они уже стояли рядом в одинаковых вазонах дренаж использую абсолютно тот же самый который был ну как правило я так и делаю просто счищаю его и добавляю на низ уже нового вазона ну супер какой-то высокий свой дренажа для глоксинии я не делаю так как поливаю я их в принципе умеренно то есть лишь бы на дне вот был какой-то такой слой теперь счищаю грунт с глоксинии корневая у нее очень хорошо развита вот целая борода корней ну и к тому же так как данная глоксиния не зимовала у нее все корешки белые и живые поэтому слишком-то счищать я их не стану клубенек также находится на поверхности вы можете это видеть вот эти вот листочки которые совсем уже себя изжили конечно же я их удаляю и вот этот вот сам стволик кстати теперь хорошо видно что это такое сам стволик я не выламываю для того чтобы растению не навредить а что это такое за отросток вот теперь очень хорошо видно что этот отросток это никакой не сенец это пробудилась еще одна точка роста еще один глазок на этой глоксинии поэтому если в прошлом году цветение глоксинии она цвела одним стволом ставку вот я вам сделаю в описании то в этом году уже в этом ее сезоне после того как она отдохнула стволов будет два то есть стена проснулась глазков у нее два и это очень очень хорошо то есть глоксиния выдала еще одну точку роста всегда до этого она цвела только лишь одним глазком это вообще первый раз ну у нее и период как бы был хороший она хорошо напиталась залита она получала все удобрения начиная от стадии своего пробуждения до стадии бутонизации и цветения ну и так добавляю я грунта ей я дам уже немножко больше грунта так как корневая система у нее уже активна и она определенно быстрее всю эту землю потребит поэтому вот столько я подсыплю еще грунта и будет его ну заметно больше по сравнению с тем сколько у кайзер вильгельма напоминаю что это брокада синяя брокады они вообще очень обильно цветущие эта брокада она вообще длительно цветет бутонов она образует очень много и все брокады они низкорослые то есть вот таких высоких таких стеблей например как кайзер вильгельм кайзер фридрих но они не образовывают они как правило низкорослые если ваша брокада начинает вытягиваться то как правило это или переудобрение азотными подкормками или если у нее маловато света поэтому она в таком случае может вытягиваться но не в такой все-таки же степени посадку я закончил брокады синий проверяю чтобы не было каких-то таких пустот в грунте и опять же делаю вот слегка такой желобок по краям этого вазона чтобы вода не попадала вот прямо на поверхность кубенька как только грунт начнет просыхать я уже буду поливать везде ну тогда объем будет больше полива грунт высохнет и он вот сдуется очень и очень просто листик этот я удалю секатором так как отрывать я его не хочу этим можно очень легко травмировать растение и оно пострадает стакан уже себя отработал спасибо ему а теперь будут расти у меня две этих гваксини в одинаковых вазонах ну и четвертая четвертая это новость такая не очень хорошая вот как я обнаружил и состоит она в чем я вам в своем ролике о как укладывать гваксини и спать ну акцентировал внимание что необходимо очень очень мало поливать ваше растение это растение на поддоне не стояло оно стояло вот в стакане конечно же ничего воды непосредственно здесь не касалось но в чем была моя ошибка ошибка была в том что при поливах вода стекала в этот стакан эта гваксиния была на фитиле фитиль я отсюда убрал перед тем как отправлять гваксинию на покой но при поливе вода попадала сюда дна она не касалась но все равно она испарялась испарялась и вот дно если посмотреть оно влажное оно в капельках вот этот вот конденсат он все равно проникал в грунт и здесь брокада красная то брокада красная скорее всего что она сгнила но это мои предположения сейчас все-таки это посмотрим клубенек тот был ну вот видно что песок прямо такой вот мокрый и хоть она очень-очень длительное время не поливалась все равно этой влаги ей хватило чтобы скорее всего она пострадала я просто так предполагаю что раз она не проснулась то клубенек вполне себе пострадал он тут был в принципе небольшой вот я вижу корешки вот они корешки протрухли и сам клубенек вместе с ними вот то что осталось от клубенька то есть все кай этого не кайзера а бракады красной один клубенечек сохранить не удалось из-за такой ошибки это ошибка которая случилась вот в этом году до этого я так само сохранял но при этом я следил чтобы вода вообще сюда не попадала в этом случае она никак бы не навредила но здесь как видите случилось то что случилось и вы учитывайте это при зимовке ваших глоксений вот я вам специально этот момент и показал но еще выращу я бракаду красную еще клубеньки есть а в зип-пакетах все в порядке в зип-пакетах клубенечек нащупывается пусть он там дальше хранится дабы влага оттуда не выходило доливать я туда тоже ничего не буду остальные глоксений у меня также в зип-пакетах и в зип-пакетах они и далее будут храниться вот и провели мы посадку глоксений после того как они пробудились посадка это была не запланированная но теперь эти все растения будут стоять под светодиодными лентами и дальше набирать зеленую массу спустя пару недель может быть полторы я уже буду их подкармливать мистер цвет антихлороз и так друзья спасибо вам за просмотр делитесь данным видео подписывайтесь на канал делитесь опытом как вы выращиваете глоксений и всего вам самого хорошего и лучшего друзья до новых встреч всем пока пока